Фонды художественного музея насчитывают более 13,5 тысяч полотен. Немалая часть живописных работ посвящена именно женским образом. Магическая чарующая красота женщин во все времена имела необъяснимую власть над мужчинами. Из-за женщин начинались войны и рушились города. Женщинам посвящались стихи, песни и даже строительство целых дворцов. Тайну этой магии представительницы прекрасного пола пытались постичь художники. С полотна 18 века кисти Владимира Боровиковского, возраст этой картины почти три столетия, на нас смотрит прекрасная женщина. Имя ее Милана Голубцова, и она была женой казначея, министра России. Я думаю, вы обратили внимание, что Милане Ивановне напоминает здесь скорее холодную античную статую, плотно сонтнутые губы, несколько колючий взгляд. И вот современники Милане Ивановне отмечали суровость ее нрава, говоря о том, что под горячую руку этой даме лучше было не попадаться. Мы обратим внимание на ее туалет. В первой половине 19 столетия в моде были античные туалеты, и вы видите сейчас платье с высокой талией, открытыми плечами. Шаль на плечах дамы – неотъемлемый атрибут моды того времени. Шалей у женщин было много. И тому, как правильно и красиво укутаться в шаль, девушек даже специально обучали. Прическа, одежда, поза – все свидетельствует о том, что на полотне женщина из далекого 18 столетия. Но ее силы и притяжение действуют на зрителей необъяснимо по сей день. Как и магия другой девушки уже из столетия 19-го. Мария Шиловская, между прочим, наша землячка, славна тем, что мужчины влюблялись в нее не только за красоту внешнюю, но и внутренний мир. Шиловская собирала вокруг себя всю литературно-музыкальную Москву. В этой гостиной часто бывали Даркомышский, с которым Шиловская была хорошо знакома и являлась его ученицей по вокалу. Она часто выступала и действительно не заметить ее незаурядный талант было просто невозможно. Этот портрет написан в технике пастели, то есть цветными мелками. Невесомость и легкость нежного образа подчеркнута овальной формой полотна. Будто из глубиновиков смотрит на нас прекрасная, талантливая девушка, окутывая бархатистым волшебством. Но самым волшебным женским образом в музее работники считают баронессу фон Диргард. 21-летнюю синеглазую красавицу написал венгерский художник Ласло Филоп. И с образом этим связана немалая легенда. Нужно прийти к баронессе в определенный день и час. И тогда, если она будет благосклонна, то откроет свои тайны. И можно увидеть, как изменяется улыбка. А в какой-то момент баронесса, кажется, вот-вот заплачет. Глаза ее наполняются слезами. Проявляется вуаль на ее шляпке. Но последнее, просто на личном опыте, хочу сказать, что как-то к нам приехала группа из Москвы. И молодой человек, прежде чем мы начали разговор, попросил обязательно отвезти его к портрету баронессы фон Диргард. Потому что он знает, что эта дама выходит из портрета по ночам и бродит по музею. Правда ли все эти мистические легенды или вымысел, каждый решает для себя. В апреле и августе в вечерний час с пяти до шести стоит прийти и посмотреть на облик прекрасной девушки. Лучи солнца в это время светят так, что выражение лица меняется. Каждый зритель видит свое в портрете, смотрящем на нас из прошлого столетия. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».